Подруги, привет! Мы с вами сразу с корабля на бал и за работу. Первым делом, что мы сегодня с вами сделаем, мы должны еще немного поработать над списком имен для нашего будущего малыша. На этой неделе у нас имен не добавилось, но зато нам нужно кое-что убавить и несколько имен из этого списка удалить. На этой неделе мы решили с Арсом решительно расквитаться и разделаться с именем Эдвард. Его мы вычеркиваем ровно так же, как мы вычеркиваем Эрика и еще мы вычеркиваем Эвана. Как вы можете заметить, это все имена, которые начинаются на букву Э. И на прошлой неделе я уже говорила, что я по своей собственной инициативе без каких-либо обсуждений с мужем вернула в этот список Эйден. И я решила, что имя на букву Э должно быть одно, дабы этому имени было легче бороться со всеми остальными, поскольку я вот прям с каждой недели все больше и больше прикипаю именно к имени Эйден. И таким образом у нас остается Марсель, наш долгожитель, который плетется в этом списке уже с прошлой беременности и как-то не отдает свои позиции. Следующий Грант, Итан, Сэм, Аарон и Эйден. Сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть имен, которые остаются в нашем списке и продолжают борьбу за место имени нашего малыша. Так что, ох, интересно, на каком имени же мы остановимся, подружки? Здравствуйте! Вот она и я в кадре появилась. И сегодня мы с вами поговорим о 22-23 неделе моей беременности. Сегодня на момент записи этого видеоролика у нас 23 неделя и, по-моему, четвертый день, так что мы стремительно с вами движемся вперед. К слову говоря, по поводу вперед, вот у нас стремительное движение также есть и в районе моего живота. И, коль уж такая песня, продемонстрирую вам, как выгляжу я сейчас. Получается, что у нас? Пять месяцев моей беременности? Ну, в общем, 22 полных недели и вот так выглядит живот. Насколько я помню, в прошлую мою беременность на этом сроке живот был, ну, если незначительно, то немного меньше. По крайней мере, по своей одежде я точно понимаю, что живот был меньше. Сейчас он у меня такой уже серьезный живот, поэтому мне становится все сложнее и сложнее. И на этих двух неделях я, на самом деле, все больше и больше ощущаю симптомы беременности. И точно могу сказать, что если сравнивать мою первую беременность и вторую, то вторая, она, ну, наверное, более тяжкая. В том смысле, что все ощущения, которые я испытываю на этой неделе, я ощущала в третьем триместре прошлой своей беременности. И никак не ожидала, что второй триместр, он будет именно таким. Потому что обычно второй триместр – это время, когда заканчиваются все тяжбы первого триместра, когда есть прилив энергии, когда мама чувствует себя, ну, насколько это возможно, хорошо. В моем случае это абсолютно не так. Эти две недели меня вот так хорошенечко ударили и по голове, и по другим частям тела. Я чувствую себя действительно достаточно, ну, не хочу сказать, что плохо, но, по крайней мере, неожиданно тяжело для этого срока. Конечно, до сих пор хорошее настроение после скрининга, поскольку скрининг действительно у нас прошел хорошо. С малышом все в порядке. Малыш развивается, растет так, как нужно в этом сроке. Сейчас он уже близится к 500 граммам и, в общем, растет, растет, растет. Также движение его я очень хорошо ощущаю, но их ощущаю намного меньше, опять же, чем в первую беременность. И этому обстоятельству причина моя плацента, которая в этот раз располагается по передней стенке. Как мне на УЗИ показала моя доктор, она сказала, вот, если у тебя пупок здесь, низ живота здесь, то вот все это место практически переднее занимает плацента. И, следовательно, когда малыш шевелится, ты ощущаешь эти шевеления намного меньше, поскольку барьером становится между твоим животом ощущениями и малышом твоя плацента. Хорошо то, что она уже поднялась вверх и нет никаких рисков прерывания беременности, отслойки плацента и прочих сложностей, которые с ней связаны. Но здесь нужно быть очень аккуратной и не позволять РЭМу пинать, бить, лазить, ползать и давить на живот, поскольку, если плацента располагается по передней и не задней стенке, то живот нужно беречь значительно больше. Что я, собственно, и делаю. Поэтому сейчас я уже задумываюсь о том, чтобы приобрести бандаж для беременных и всяко поддержать свой живот, свою спину. Я очень надеюсь, что чувствовать буду себя намного лучше с этим бандажом, потому что сейчас действительно ощущения очень тяжкие. То есть у меня очень устает живот, он очень болит, шевелиться очень сложно, и тазовые кости, они также дают о себе знать каждый день болевыми ощущениями. У меня такое ощущение, что битые вот просто подавали мне по костям вот до синяков. И каждое мое движение, каждый мой шаг, он сопровождается такой значительной болью именно в тазобедренных суставах и костях. Как я уже говорила, в прошлую беременность эти болевые ощущения, они были явными в третьем триместре. В случае этой беременности мне уже сейчас очень тяжко вставать с кровати, садиться, двигаться, выбираться из машины, сажать ребенка и, конечно же, проводить время с ребенком. Сейчас летнее время. Рэм двухлетний ребенок, который я поняла в этом возрасте, в целом мало что соображает, но ему все интересно. Поэтому он врубает вечно свою торпеду и несется вот просто куда глаза глядят. Ему вот так интересно. Я могу просто орать, кричать, его звать. Это просто бесполезно. То есть ребенок не слушает. Чем больше я пытаюсь его позвать и как-то привлечь его внимание для того, чтобы он хотя бы остановился, уже не говоря о том, чтобы вернулся к маме во время наших прогулок, это просто бесполезно. Он это воспринимает как игру. Ему вот прям очень весело и он бежит еще больше. Поэтому частенько сейчас во время наших прогулок, где бы мы ни находились, мне нужно постоянно быть на чеку. Мне нужно быть готова в любой момент за ним рвануть и просто вот бежать, что есть сил. А сил, как я уже сказала, нет вообще никаких. Поэтому вот прогулки с двухлетним малышом для меня становятся все более и более сложными. Благо у меня есть прогулочная наша коляска Эллади, есть большая коляска прогулка Бугабу Фокс, в которых он с огромным удовольствием сидит. И также вот летом сейчас мы все чаще и чаще используем наш велосипед Дуна Лики Трайк, в котором также он с большим удовольствием сидит. И это хотя бы немного спасает меня и дает мне хотя бы немножко, опять же, отдышаться и не носиться за ребенком. Что будет дальше в третьем триместре, я правда не знаю. Этот вопрос на самом деле меня волнует. Не потому, что ребенок меня не слушает, а просто потому, что это опасно. Ребенок может выбежать там, я не знаю, на проезжую часть. Люди гуляют с собаками и так далее, и так далее. Следовательно, здесь за ним нужно глаз да глаз. Благо есть подруги, папа и прочие люди, которые со мной гуляют, и они могут как-то перенять эту эстафету и помочь мне в попытках поймать моего мелкого. Но в целом это, конечно, очень сложно. Мы в конце июня уезжаем с ним в Ригу. Там мы большую часть времени будем проводить вдвоем, потому что бабушка наша работает. Ну, что меня успокаивает, что мы там будем в частном доме в закрытой территории, и мне будет легче за ним угнаться и как-то эту территорию обезопасить, чтобы он себя не повредил. Но в общем и в целом, мне кажется, последний триместр, последние месяцы моей беременности, они будут очень большим приключением и большим таким вызовом для меня, именно вот с точки зрения ощущений и времяпрепровождения с двухлетним ребенком. И также внезапно в эти две недели меня начала беспокоить моя левая нога. Почему внезапно говорю? Ведь мы уже на прошлой неделе об этом с вами говорили. Но именно в эти последние две недели эта нога, она стала значительно больше отекать. То есть она уже с самого утра, просто в жутком отеке, косточки, лодыжки практически нет. Уже не говоря о том, что вечером, конечно же, она просто похожа на огромный стоп. Плюс ко всему, эта нога болит, боль отдает от стопы в колено, и в целом она доставляет огромный-огромный дискомфорт. Я уже с большим трудом надеваю обувь, большую часть которой я все-таки надеть не могу. Сейчас мне остается надевать только сандалии, шлепки и прочую такую легкую открытую обувь. И желательно на, ну не знаю, размер полтора больше, чем я обычно ношу. Поскольку закрытая обувь нормального размера и даже на размер больше, она уже все. Нога туда не помещается. Уже не говоря о том, чтобы туда поместить специальную ортопедическую стельку. Я отправилась еще раз к ортопеду, чтобы посмотреть, что происходит с моей стопой. И ровно так же, как и после первых родов, сейчас наблюдается большая нагрузка на мою левую стопу. От этого и боли, и от этого и усиленный отек. Отек. Правая нога, к слову говоря, она отекает значительно меньше. То есть там, ну такой стандартный, слабый, небольшой отек беременности, который в целом меня не беспокоит. Поэтому на этой неделе я прибегла к помощи компрессионных чулков. Теперь уже хожу в этом прекрасном новом предмете моего гардероба. Прекрасно, конечно же, в кавычках, потому что смотрится это ужасно, когда нога отекшая, когда на улице уже жаркие дни, когда ты в платье, например, или в шлепках. И, конечно же, хочется, чтобы стопа была голой. Чулки эти с открытым носом, слава богу, но тем не менее. Вот та часть, которую все-таки чулок, он на моей ноге виден, это ужасно. Я вот прям не могу. Мне кажется, что я вот прям как старая бабка хожу с огромными отекшими ногами, ну, по крайней мере, одной ногой. И в этих чулках для меня это... Ладно, вопрос, понятное дело, что надо, то надо, но вот визуально и как-то эстетически я это принять пока в себе не могу, и для меня это очень-очень сложно. И в связи с этим отеком плюс 2 килограмма за эти 2 недели. Вот прям ужас ужасный. И, конечно, может быть, можно сказать, что какая-то доля этого веса, она как бы можно ее списать на живот, малыша и так далее, там, плаценту, воды, кровь и так далее. Но в целом, ну, вот сразу за 2 недели, бам, 2 килограмма плюсом, это тоже не очень такой позитивный момент. Во-первых, потому что, да, ноги смотрятся просто, на мой взгляд, ужасно. Это дискомфорт. И второе, это, конечно же, одежда. Я уже с трудом помещаюсь в свою одежду. Мне жарко и неудобно в тренировочных штанах. То есть сейчас уже худи и тренировочные штаны, которые я одевала там вот в более прохладную погоду, это все отметать, потому что для меня это вот просто невыносимо. Я, в принципе, сама по себе жаркий человек, и мне вот прям очень-очень жарко. Поэтому мне остается искать варианты платьев, там, я не знаю, каких-то легких брюк, ну и прочим, какого-то другого решения одежды, которое, кстати говоря, я покажу уже в понедельник, поскольку сделала огромный заказ и в Заре, и в Резервт, и в Ойша. Ну, в общем, есть у меня несколько вариантов, которые, я надеюсь, подойдут, и я смогу хоть как-то разнообразить свой гардероб, и хоть как-то сносно выглядеть так, чтобы настроение уж совсем у меня не портилось. Еще, если говорить про одежду и вторую беременность, большим таким отличием является то, что помимо отеков и прочих веселых мероприятий, мои, так сказать, дыньки, они тоже стали значительно больше. В первую беременность я как-то не помню, чтобы моя грудь, она во втором триместре была больше, чем обычно. То есть я носила, я помню, свое обычное белье, я не покупала еще специальное белье для беременных и кормящих, и как-то я вот прям очень легко справлялась. Да, я покупала, извините за слишком много информации, для нижней части боксеры или шорты. Для этого вот прям идеально подходили мужские шорты из H&M, и я вот прям с большим удовольствием их носила, мне просто было так легче. Вот, но что касается бюстгальтеров, бюстгальтеры были стандартные, обычные, не специальные и моего обычного размера. В этот раз все поменялось. Снова я не могу надеть вот так, чтобы было комфортно и нормально, то белье, которое обычно ношу. Поэтому в помощь мне Миделла. Я думаю, что большинство мамочек, уже родивших, знают эту компанию. Это давняя, большая, профессиональная компания, которая производит продукты для беременных и родивших мам, начиная от белья, заканчивая бутылочками, молокоотсосами и так далее. И вот я решила в этот раз попробовать их белье, поскольку в прошлый раз я никак не могла подобрать хорошее белье и нашла идеальный бюстгальтер в магазине Lindex, который есть в Европе, в Риге и так далее, но которого, к сожалению, нет в России. Поэтому сейчас у меня вот здесь такие варианты бюстгальтеров. Первый – это Миделла Ultimate Body Fit Bra. Этот бюстгальтер решила я попробовать именно потому, что у него есть чашечки. Вот здесь есть прокладка некая, которая создает, я очень надеюсь, большую поддержку для груди. Во всем остальном, это идеальный бюстгальтер для беременности и кормления, поскольку здесь нет косточек. Здесь все можно адаптировать так, как нужно. И, что самое главное, естественно, он открывается для того, чтобы уже родившая мама могла покормить своего малыша. Ну и, конечно, материал очень-очень приятный. Второй бюстгальтер – это Evo Original от той же Миделлы. И он отличается тем, что у него нет чашечек, но в то же самое время здесь сзади, сейчас покажу, здесь сзади он более спортивный. То есть, летом для открытых платьев, маек и так далее, этот бюстгальтер, я думаю, будет идеальным. Его я взяла в телесном цвете. Ну и, как вы видите, здесь уже чашечек нет. Все остальное похоже на первый, за исключением вот такой вот спинки. Ну что ж, буду тестировать и смотреть, какой из них мне подойдет лучше. И последний предмет от Миделлы у меня – трусики. Вот эту вещь я с большим-большим нетерпением хочу померить, потому что в целом она должна вот так вот натянуться и закрыть живот. Хоть эти трусы, наверное, смотрятся не столь привлекательно, но все же я думаю, что беременные, особенно которые не так легко переносят беременность, меня поймут. И я думаю, что они должны быть супер-мега комфортными. То есть, они должны натянуться прямо на живот. И я надеюсь дать немного больше поддержки. В общем, все эти предметы нижнего белья я обязательно оставлю для вас в описании этого видеоролика. Так что, кому интересно, кто тоже хочет попробовать, идите в описании и там найдете все ссылки. Ну и последнее такое характерное этим двум неделям – это, конечно же, мой беременный мозг. Я поняла, что все, я уже ничего не помню, я все забываю. Благо, есть звонки накануне визитов к доктору, когда тебе напоминают о том, что у тебя вот запись во столько-то, во столько-то, тогда-то, тогда-то. И я просто каждый раз с большим удивлением говорю, «А, да? Окей, ладно, все, обязательно буду». Я понимаю, что мне нужно очень четко планировать свой день, свое время для того, чтобы успеть и ничего не пропустить. Тут мне на помощь пришли мои подруги из «Детская пресс». Если помните, это компания, в которой я уже неоднократно заказывала печать наших семейных фотоальбомов. И помимо фотоальбомов у них есть календарь для беременных. И тут девчонки мне сказали, «Слушай, раз уж мозг объявил об эвакуации и в целом не планирует участвовать в процессе, то мы тебе в этом поможем, потому что у нас есть идеальная вещь – это календарь беременности, в котором можно помимо возможности вклеивать фотографии УЗИ, фотографии живота, делать разные пометки. И, конечно же, можно планировать свою беременность вот прям по триместрам. Здесь можно записывать заметки, как я себя чувствую. То есть это, кстати говоря, мне сильно поможет тоже в записи этих видеоотчетов. Можно планировать визиты к доктору, записывать его рекомендации, как я уже говорила, вклеивать снимки УЗИ, писать там какие-то свои пометки по поводу наблюдений, что в какую неделю происходит. И также, что для меня очень круто, здесь есть отдельные странички и разделы со списками того, что нужно сделать и того, что нужно купить для беременности, мамы, малыша и так далее. Ну и вот сейчас, будучи уже на втором триместре, я уже вот как-то начала им пользоваться, начала записывать и ежедневно в него заглядываю, чтобы уж точно ничего не пропустить. Так что, подружки, кто ищет классный календарь беременности, детская пресс, запоминайте. Также в описании этого видеоролика оставлю для вас ссылочку на эту вещь. Ну и вот, подруги, это самое главное событие моих двух последних недель беременности. Рассказала вам о том, как я себя чувствую. Опять же, на следующей неделе не пропускайте видеоролик в понедельник на моем канале с примеркой одежды, которую я заказала во вторую свою беременность. И будем надеяться держать кулачки, что звезды сойдутся, все у меня получится и действительно эти вещи мне подойдут, и я смогу хотя бы немножечко вздохнуть. И в эти жаркие дни хоть как-то, не знаю, ну быть собой немного более довольна, когда действительно тяжело, некомфортно, когда нога болит, все отекает, живот тяжелый, и мне нужно носиться и бегать за своим старшим малышом. По поводу всего этого, конечно же, мы будем с вами говорить на следующей неделе. Но на сегодня я с вами прощаюсь, желаю доброго дня, и до следующего моего видеоролика. Пока!